Здравствуйте! Мне кажется, день за днём, как будто я во сне нахожусь. Сзади сперва мы даже не могли представить, что 800 миллионов могут смотреть наш семинар. Мы думали, когда начинали, что где-то будет около 100 миллионов людей. Но на следующий день мы узнали о цифре 200 миллионов. Потом 300 миллионов, 400 миллионов. Я даже не мог поверить. Даже сейчас 800 миллионов телезрителей. Я переспрашивал, а это точно правда? А как это, пастор, вы же верите? Поэтому, когда мне показали таблицу, где написано, я поверил. Когда мы с вами разговаривали от Марка, 11 глава, многие прокомментировали эту проповедь. Много мы видели свидетельств о том, как они, слушая свидетельства, получили прощение грехов и также исцелились от болезней. Я очень благодарил. Когда мы соединяем провода, мы можем использовать электричество, как мы хотим. Мы можем включать телевизор, холодильник, разные приборы мы можем использовать благодаря электричеству. Но если сегодня, кто бы из вас ни был, вы соедините свое сердце с Иисусом. Тогда Иисус с этого момента, Он решает все ваши проблемы. Но, к сожалению, сатана обманул нас и поставил разделение между нами и Иисусом грех. Поэтому, когда, если мы получим решение проблемы с нашими грехами, тогда эта стена разрушится. С того момента, Иисус может действовать в вас. Знаете, у меня много такого опыта есть. И сегодня я хочу рассказать вам об этом. Давайте откроем послание к евреям, глава 10. К евреям, 10 глава, с 1 по 18 стихи. Если вы нашли, мы откроем к евреям, 10 главу, и будем читать с 1 стиха. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними теми же жертвами каждый год, постоянно приносимые, никогда не сможет сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждый год напоминается от грехов. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою Божию». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, «Вот иду исполнить волю Твою Божию». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежегодно в служении стоит и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда во силу одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует нам и Дух Святый. «Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. И грехов их и беззаконий их не воспоминал более. А где прощение грехов, там не нужно приношения за них». До восемнадцатого стиха прочитали. И знаете, когда-то в городе Ульсан я закончил конференцию, и где-то в десять часов я выехал. «Если из Ульсана ехать в Сеул, тогда около четырех часов это занимает по времени. Поэтому мне казалось, что если я приеду в Сеул, тогда это будет около двух часов ночи. И поэтому я решил, что это будет... Это собьет мой сон, поэтому я хотел переночевать где-то поблизости. Поэтому я ночевал в церкви в городе Куми. И я смог остановиться там. Вообще, я хотел ночевать в церкви Чонжу. Но я проехал, потому что общался внутри машины. Поэтому следующая по маршруту была церковь в городе Куми. Потом я позвонил пастору из города Куми и сказал, «Пастор, простите, я могу переночевать в вашей церкви сегодня?» И если бы церковь располагалась далеко от скоростной трассы, было бы неудобно заезжать, но она была очень близко. Поэтому там я смог переночевать. Я храпел и хорошо выспался. Когда я спал, и потом около четырех утра я проснулся. И я хотел очень тихо встать и убежать, вернуться домой. Но все тогда спали. Я оделся. И когда я вышел открыть двери главного здания, я был шокирован. Потому что тогда кто-то стоит там. Это был пастор церкви Куми. Он знал, что я захочу сбежать, поэтому он ожидал меня. Мне кажется, наверное, он долго ждал меня. То есть я попался. И пастор попросил, можете, пожалуйста, проповедовать на утреннем собрании? То есть вы заплатите за то, что я приютил вас. Потом мы закончили утреннее слово. Это было очень благословенное время. И когда я проповедовал, я видел, что там сзади, под часами сидела девушка на инвалидной коляске. Она обычно не может участвовать на утреннем служении, потому что ездит на коляске. Но в этот раз она специально приехала на служение, поэтому я подошел к ней. И я поговорил с ней. И я пошутил, сказал в шутку, что все хорошо передвигаются, а ты почему ездишь на коляске? Тебе интересно? Но она очень серьезно восприняла. Ее звали Че Су Йон, ей было 19 лет. И знаете, что она рассказала мне? Она, когда пришла со школы однажды, сказала, что у нее в ноге пропали чувства. А бывает такое. Ничего страшного, мама сказала. Но когда снизу ноги чувства исчезали, и поднялось это ощущение до колена. И потом до бедер поднялось это ощущение. И знаете, к сожалению, самое печальное было то, что она не могла ходить по большому, по маленькому. И когда она пошла на обследование, ей сказали, что у нее воспаление спинного мозга, который отвечает за нервные клетки. И поэтому для того, чтобы она сходила по большому в туалет, мама раз в три дня давала ей специальные лекарства и выжимала из нее это. А Мачу сказали, что нужно именно выбирать специальным прибором. И после того, что врач сказал, то, что ты будешь лежачий и больной, и после этого ты скончаешься. Да, я тоже хотел, как будто пройти мимо этого. Но я смотрел, у нее были такие красивые глаза, и такое светлое лицо, поэтому она была очень красивая. Мне было очень жалко, когда я услышал то, что такая святущая девушка может погибнуть в таком юном возрасте. Именно в возрасте 19 лет я получил прощение грехов крови Иисуса Христа. Хотя я с детства ходил в церковь, но я всегда оставался грешником, потому что каждый день я грешил. Простите, пожалуйста, но, знаете, я много воровал. Я заходил на поля с дыней. И также я вечером воровал с яблочных деревьев и с деревьев хурмы. Тогда были голодные времена, поэтому вот так мне приходилось воровать. Из-за этого я очень колебался в своем сердце. Но были такие гимны, то, что мы омыты чище снега, белее снега. Но только устами я исполнял этот гимн, но на самом деле в своем сердце и моим устами я говорю, что я грешник. Конечно, мне не хватит времени, чтобы поделиться с вами всем, что я испытал. Но из-за греха я очень много имел колебаний. И я начал постепенно одно за другим читать Библию. Каждое утро я ходил в церковь, молился за прощение моих грехов и исповедовался перед Богом. Но грехи все больше и больше увеличились в моем сердце. И однажды я молился также перед Богом. И у меня начало подниматься в сердце то, что я очищен от грехов. И дальше я продолжал читать Библию подробно. Я читал по порядку Библию. И я увидел удивительный факт Библии. Знаете, что я обнаружил? Да, я воровал, я обманывал, я грешник. Я грешник. У меня было много грехов. Я думал, что если я буду дольше ходить в церковь, то когда мои грехи уменьшатся, они на самом деле увеличивались. Я понял точно, что я попаду в ад после смерти. Потому что у меня было много грехов. Но знаете, интересный факт. Читая Библию, я обнаружил то, что здесь написано, что я оправдан. Я праведный? Праведный? Я начал читать Библию дальше. И знаете, что я обнаружил? Когда Иисус встретился с 308-летним больным, этот человек не мог ходить. Он лежал. Он никогда не попробовал ходить. Но этому человеку Иисус сказал, «Встань, возьми постель твою и ходи». Сердце этого человека было наполнено, «А, я грешник, я больной, я не могу ходить». Но Иисус, смотря на этого человека, сказал, «Встань, возьми постель твою и ходи». Тогда у него возникло колебание в сердце, правда? Кто этот? Кто он, что говорит мне встать и ходить? Я же не могу ходить. Мои ноги иссохли. Я старался встать и пойти. У меня не получилось. Он говорит, «Ходить?» Это невозможно. Может быть, это Он, Иисус? Говорят, что Иисус исцелил многих больных. Если Он, Иисус, и Он говорит мне ходить, хотя я не могу ходить, но, может быть, мне попробовать по Его слову пойти? Тогда 38-летний больной оперлся на обе руки и попробовал привстать. Он удивился сам, но Он смог встать. И Он смог пойти. Тогда, хотя я не могу ходить, Но когда Иисус говорит, «Иди», у меня появляется двое мыслей. Первая мысль – то, что я не могу ходить. А вторая – то, что Иисус говорит, «Иди». Тогда что право? Я или Иисус? Тогда мне можно выбросить свои мысли и принять Слово Иисуса. Вы можете ответить тоже на это слово? Это. Например, у нас есть проблема греха. Я грешник. А Иисус сказал, «Ты праведный». Тогда мои мысли правы или же мысли Иисуса? Я грешник. Я воровал сладкую картошку. Я думал, что мне нельзя воровать. Я много обманывал. Я много грешил. Но я понял, что история 38-летнего больного – моя история. Я не могу ходить. Но Иисус говорит, «Иди». Тогда мое слово право или же и слово Иисуса? Мне нужно за кем последовать? За своими мыслями или за Иисусом? Да, говорит, «Не было дождя, но Иисус сказал, пойдет дождь». Кого мне нужно слушать? За кем мне нужно идти за Словом Бога? Тогда, хотя я грешник, я обманываю, я ворую, я очень много грешу. Да, я грешник. Я нарушил закон и приступил. Но если Иисус смотря на меня говорит, я праведный, если Он говорит, я свят, тогда что право? Мои мысли ли Иисус? Я читал Библию. Простите, пожалуйста. Я, читая Библию, был очень удивлен. Сама Библия, она очень толстая книга. Очень много страниц. Там нет ни одной картинки. Все только в тексте. Нет ни одного пустого места. И когда я хотел все прочитать. И для того, чтобы прочитать, мне нужно две минуты на одну страницу. У нас немножко больше, чем 1800 страниц в Корейской Библии. Тогда это, получается, 3600 страниц. Получается, мне нужно 3600 минут на всю Библию. Это 60 часов в часах. Если вы читаете 10 часов, тогда вы можете 6 часов прочитать всю Библию. За 6 дней, простите. И бывало такое время, когда я ничего не делал, и 6 дней я только читал Библию, тогда я смог прочитать начало до конца. Я не мог просто жить и в это добавлять чтение Библии. Поэтому я начал изменять свой режим для чтения Библии. До того, как я женился, я никогда не ел больше двух минут. Я, знаете, очень быстро ем. И когда я находился в уборной, я также читал Библию. И когда я шел по дороге, я также смотрел и запоминал слово, выучивал слово на память. Я никогда не мылся в душе больше, чем 5 минут. И я больше и больше изучал Библию, погружался в нее, поэтому я меньше стал спать. Поэтому я прочитал 10 раз Библию, потом 20 раз, 30 раз, потом 40 раз, 50 раз, 60 раз, 70 раз. Я не знаю, сколько точно раз я прочитал. Я не знаю, сколько точно раз я прочитал. Я, наверное, не прочитал 100 раз, но где-то 80, я думаю, я прочитал уже. И я все время вкладывал свое сердце внутрь Библии. тогда я увидел, что во мне происходит удивительное деяние. в этом цветущем возрасте девушка по имени Че Суен находилась. Ей было всего 19 лет. но она умирает. И врач сказал, что ты будешь лежать, и после ты умрешь. Ну что, развелись медицинские технологии так, но они не могут воспаление спинного мозга вылечить? Говорят, что невозможно. Тогда я подвинул стул и сел напротив этой девушки. Я сказал, Суен, послушай меня. Да, знаешь, электричество течет по проводам. Если мы соединяем только провода, тогда электричество попадает в наш дом и заводит все припоры в нашей доме. Если нет электропровода, тогда электричество не может попасть. А вода, она течет под трубом. Она не может просто течь. Знаешь, как Иисус может попасть в твое сердце? Многие люди молятся, Господи, войди в мое сердце, Иисус, войди в мое сердце. Но Он не может ко всем войти в сердце. Иисус хочет войти в ваше сердце, но Он не может этого сделать. Что нужно делать? Для того, чтобы Господь вошел в мое сердце, тогда, когда мы соединяемся с Ним сердцем, тогда Господь может зайти в наше сердце. Суен, послушай меня внимательно. Сейчас ты умираешь от воспаления спинного мозга. Если сердце твое, и сердце Иисуса станет одним целым, подумай. Если мы с тобой объединимся, тогда у нас с тобой будет течение, да? Ты можешь войти в меня, и я могу в твое сердце также войти. Если ты соединяешься с Иисусом, тогда я могу принимать душу от Иисуса. Если Иисус будет в тебе находиться, знаешь, что произойдет? Тогда это воспаление спинного мозга становится не твоя проблема, а уже Иисуса проблема. Тогда это вообще невозможно. Ничего страшного. Знаете, я долгое время изучал, и я часто рассказываю моим прихожанам о Иисусе. Но у всех людей разное сердце. Это не очень сложно. Если мы соединяемся сердцем с Иисусом, и потому что уже у вас сердце одинаковое с Иисусом, но если вы, закрывая свое сердце, говорите, Иисус, пожалуйста, приди в мое сердце, тогда сколько мы не искали, в вашем сердце нельзя найти Иисуса. Когда Иисус сказал тридцать и смертельному больному, встань, возьми по сердцу и ходи. Когда Он подумал, а, мне нужно принять это слово, мне нужно попробовать идти. Тогда можно найти в его сердце то желание Иисуса, чтобы Он пошел. нам не нужно говорить, Господи, приди, я верю, ты приди в мое сердце. Когда супруги поругались, не решается проблема, давай мы не будем больше ссориться. Нам нужно пообщаться. Нам нужно иметь течение друг с другом. Когда я что-то сделал неправильно, тогда моя жена понимает, когда жена неправильно что-то сделала, я тоже принимаю. Когда мы объединяемся с сердцем, тогда у нас существует течение, но по-другому не получается. Знаете, одна женщина, которую я знаю в Корее, она плохо вышла замуж, поэтому она вышла замуж за японца. и шесть месяцев замужней жизни. Ей было очень-очень счастливо. Этот японец, ее муж, он все предлагал ей и заботился. Ой, корейские мужчины вообще никогда не достигнут у меня японцев. Я так люблю своего мужа. Очень люблю, он самый лучший. И она была как принцесса на протечение шести месяцев. Но знаете, через шесть месяцев что она почувствовала в своем муже? Она почувствовала, что он просто делает физически эти действия, но это не его истинное сердце. Да, он все делает для нее. Но она не могла понять сердце этого мужчины. Он очень-очень хорошо заботился о ней. Очень хорошо он устраивал для нее. Но это не его сердце. Поэтому она через шесть месяцев захотела узнать сердце мужа. Дорогой, расскажи мне, что в твоем сердце находится? Что в твоем сердце? Расскажи мне, пожалуйста. Ты мне говоришь, но это не то, что в твоем сердце искренне находится. Это не твое искреннее сердце. Поэтому ее это разрывало. Он все хорошо делал для нее, но это не было его искренним сердцем. Дорогой, нам нужно знать друг друга сердца. Расскажи мне, что внутри тебя находится. Ну, пожалуйста, расскажи, что ты имеешь в сердце. Ее разрывало просто. А я муж говорю, что я могу тебе рассказать о моем сердце? Шесть месяцев я была такая счастливая. Но она смотрела только на поведение, мужа не могла почувствовать его отношения. Он очень хорошо заботился. И ничего не говорил, что у него внутри. Что у него внутри? Может быть... Может быть, он, там, дьявол, или же он шпион? Ну, расскажи мне, дорогой, что у тебя в душе? Он не слушает. Не работает это. Да, я расскажу, что потом получилось. Знаете, когда мы соединяемся с сердцем... Например, сегодня мы поссорились с моей женой. Знаете, пастор, он имеет свободу. Но он не имеет свободы в ссоре с женой. Не может же, пастор, говорить, что он каждый день ссорится с женой. Но мы начинаем с 12.30 нашу ссору. Давай, тише, тише, дорогой. Тише, 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 говори. И ты говори, тише. И потом еще больше и больше наш тон поднимается. Потом мы начинаем злиться. Тогда мы обижаемся друг на друга. И потом моя жена, она рассказывает мне, «А, вот, как у тебя было. Я не знал об этом». И тогда мы делимся друг с другом сердце. Но не очень хорошо слышит, что я ей говорю, потому что она уже все высказалась. Поэтому она, если будет плакать, тогда много комаров соберется. Но когда мы имеем течение, тогда это покой для нас. Для того, чтобы было течение, тогда жена должна хорошо слушать слова своего мужа. Да, извините, конечно, но я такой сконцентрируюсь на мужчине больше. Я считаю, что мужчина важнее. Да, мне жалко некоторые страны, там, где женщина занимает большую позицию, чем мужчина. Да, простите, пожалуйста, я все время отхожу от темы, и все время запутываетесь. Да, я хочу сказать то, что должно сердце перетекать. Когда мы сталкиваемся с Иисусом, как 38-летний больной, он не мог ходить. Но Иисус говорит, «Стай, возьмите все литвы и ходи». Он не может ходить, он точно знает это. Это вообще невозможно. Тогда его мысли правы, или же слово Иисуса? Поэтому, если он хочет соединиться с сердцем Иисуса, хотя мне кажется, это невозможно, но я не прав, прав Слово Иисуса. Поэтому, когда он идет, то, что он идет, он не идет от своего желания, а сердцем Иисуса. когда он сказал свое сердце, то есть, словом, тогда это он услышал и смог пойти. Тогда это не его сердце, это сердце Иисуса в нем. Это сердце Иисуса в меня входит. Когда оно находится во мне, тогда неважно, что я не мог ходить до сих пор. Именно его сердце заставляет меня подняться и идти. Аминь. Аминь. Поэтому это неважно, что мы молимся, Господи, прости меня, я грешный, Господи. Когда точно сердце все попадает в меня. Для того, чтобы мне пойти, что мне нужно сделать? Если 37-летний больной хочет стать и пойти, когда услышу Слово. Когда Слово Иисуса попадает в мое сердце. Мне нужно просто разбить это сердце свое, которое говорит, что я не могу ходить. И тогда сердце Иисуса должно стать в моем сердце. Когда так становится, тогда мы становимся с Иисусом одним сердцем. Тогда у меня появляется желание, я хочу идти. Послушайте. Когда он принял свое сердце Иисуса, свое сердце и встал. Он смог пойти. Я читал Библию. Но я, когда встречался с разными болезнями, я потом мог через это слово преодолевать все эти болезни. И этой студентке я также сказал об этом. Мне кажется, немножко время понадобится. Но поскорее мне нужно подниматься в Сеул. Но я не мог пройти мимо нее. Послушай меня, Суен. Твои мысли и мысли Бога отличаются. Бог сказал, мои мысли не ваши мысли. И пути мои не ваши пути. И как небо выше земли, так и мои мысли выше ваших мыслей. Это факт, что Бога мысли отличаются от моих. Почему наша жизнь отличается от жизни Бога? Потому что отличается из сердца. Если вы объединяетесь сердцем с Господом, тогда вы имеете похожее сердце на сердце Господа. Когда Петр шел, он встретился с ячего больного. И за несколько дней Петр Петр отрекся от Иисуса до того, как его распяли. Иисуса взяли и потом его повесили на крест. И на третий день Иисус воскрес. Иисус зашел в комнату, где были его ученики. Но, наверное, если бы он был раньше, тогда он бы зашел и подбежал к Иисусу первый. Но он не имел смелости после этого перед Иисусом. Потому что трижды он отрекся от Иисуса. Ему было стыдно. Это стало грехом. Он не мог смело выйти к Иисусу. Если бы этого не случилось, тогда бы он смог подойти и сказать, ой, Иисус, отойдите, отойдите, я первый пойду. Но в этот раз он не смог подойти к Иисусу. После того, как Иисус ушел, у Петра пришло самообичевание. Какой я ученик Иисуса? Я трижды отрекся от Иисуса. Я так ходил за ним три года и слушал его. Но я такой человек, который отрекся от него трижды. Я вообще недостойный. Как я могу называть себя учеником? Я не такой. Я не подхожу. Я просто рыбак. Вот так говорил Петр. Он сказал, что я должен заниматься своим делом. Я просто рыбак. Я пойду и буду ловить рыбу. Да, он должен был идти свидетельствовать о воскресении Иисуса. Но он больше не мог заниматься делом Иисуса. Я трехсвят Иисуса трижды. Как я могу говорить, что я ученик Иисуса? Я не понимал, какой я человек. Если бы я изначально не пошел за Иисуса, тогда бы я не отрекся от него трижды. Это очень мучило его в душе. Я не ученик Иисуса. И он снова пошел на Галилейское море и начал ловить рыбу. У Петра ничего не было. Но утром рано Иисус пришел. Если что-то, вы наловили что-то? Нет, ничего. Закинь сеть на правую сторону. И тогда много очень наловили рыбу. И когда они вышли на сушу, Иисус уже разложил костер. Он приготовил и воду, и хлеб. Тогда Петр вместе позавтракал. И после того, как они позавтракали с Иисусом, Иисус спросил. Симон и Онин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Внутри Петра, в сердце его, была любовь к Иисусу. Да, Он любил Иисуса. Да, как бы ни смотреть, Он любил Иисуса. Почему же я отрекся от Него? А Он просто обманул, потому что Он боялся смерти. Но Он не отрекся в своем сердце от Иисуса. Поэтому, так как Он был вне Иисуса, тогда Он был наполнен Своими мыслями в сердце. Но при встрече Иисус начал доставать эту любовь, которая была глубоко в сердце Петра. Любишь ли ты меня больше, нежели они? А Он увидел, да, я люблю Иисуса. Ты знаешь, что я люблю тебя. До сих пор Он себя осуждал за то, что Он отрекся. Но знаете, что удивительно? У нас тоже в нашем сердце есть любовь к Иисусу, который умер за нас на кресте. Но также у нас есть желание плоти. Да, у нас есть ложь, у нас разные есть мысли. Но разве у нас нету любви к Иисусу? И тогда, когда Он сконцентрировался на той любви к Иисусу, получается, Он увидел, что я отрекся, и у меня не получится, поэтому это отодвинуло любовь Иисуса. Но когда Он встретился с Иисусом, Он не говорил, ты меня предал. Он спросил, любишь ли ты меня? Тогда Он увидел, а, в моем сердце есть любовь к Иисусу. Да, паси агнцев моих. Я? Я? Я паси овец твоих? Я? Любишь ли ты больше, чем они? Во второй раз, когда Иисус спросил, Он понял, да, я точно люблю. Да, люблю тебя, лорд. Тогда паси овец моих. Когда Петр находился отдельно от Иисуса, его сердце текло направлением, ой, я такой злой, я предал Иисуса. Но это уже не ложь. Иисус поднимает ту любовь из сердца Петра. Тогда любовь, она больше и больше растет в его сердце. А, оказывается, я могу пасти агнцев Иисуса. А что же делать, если я три раза отрекся? Это была не искренняя душа, это была ложь. Ты просто обманул. Но и твою ложь я тоже очистил на кресте. Точно! Почему я вот так хотел отречься от Иисуса? На том же месте. Когда он смотрел с этой стороны, тогда он видит, что это невозможно. Но Иисус до сих пор вкладывал любовь к нему в сердце Петра. Поэтому эту любовь нельзя было вытереть из его сердца. Так же и у вас, как и в Петре. Точно так же. Конечно, есть то, что вы приступили к закону и сделали грех. Правильно? Правильно? Кто из вас не согрешил, поднимите свою руку. А вот ты не согрешил? Кто не согрешил, поднимите руку. Да, нет ни одного, кто не согрешил. Да, мы не можем говорить, что мы ученики Иисуса. Но когда Иисус пришел к Петру, я же умер за тебя на кресте. Я простил твои грехи. Ты уже святой. Ты праведный. У тебя нет греха. Ты уже получил спасение. Тогда Петр он стал любящим Иисуса. Он хотел выбросить Иисуса и пойти снова ловить рыбу. Пришел даже на море Галилейское. До этого ему видно было только то, что он согрешил, и не видно было от смерти, что на кресте. Поэтому я не мог говорить, что я не грешник. Я согрешил, я обманул. Я очень много украл. И очень многое согрешил. Грешник. Но Иисус пришел и сказал Петру, я же был распят на кресте. Вот смотри, дырки от гвоздей. Ой, смотри, вот здесь от копья тоже след. Ты уже получил оплату за грехи. Если я умер на кресте с твоей грехи, а ты говоришь, что у тебя остались грехи, тогда зачем я умирал? Вот, если меня укололи копьем в ребро, а твои грехи, если у тебя остаются, тогда что, я сумасшедший, что ли, умирать бесполезно на кресте? Причина, по которой я умер на кресте. Через распятие на кресте. Через то, что меня били, и страдал я. Через то, что меня прокололи копьем. Я хотел очистить тебя от грехов, и я очистил. Если бы мои грехи не очистились Иисусом на кресте, значит, Иисус проиграл на кресте. Но знаете, очень жалко. Очень многие христианские лидеры на сегодняшний день, они все время делают из своих прихожан грешников. Ты же согрешил! Ты же обманывал! Почему ты не грешник? Поэтому все прихожане в церкви становятся грешниками. Да, они верят в то, что они согрешили, но они не верят в крест. Поэтому тьма приходит в церковь. Точно Петр отрекся от Иисуса. Неважно, какой грех мы совершили, но на кресте. Все грехи прощены. И теперь мы не грешники, мы святые. Иисус стал приношением ради грехов наших и ожил для оправдания нашего. Аминь! Аминь! Причина, по которой мы называем себя грешниками, мы говорим, потому что мы согрешили. Знаете, очень подходящая история именно про 38-летнего больного. Он больной 38 лет. Он никогда не смог ходить. Он не мог ходить. Он не умеет ходить. Но Иисус сказал, встань, возьми постель твою, ходи. Нет, я не могу ходить. Это его мысли. Встань, возьми постель твою, ходи. Это слово Иисуса. Что вы будете убирать? Что правильно, мы мысли или слово Иисуса? Хотя я согрешил, я грешник, точно так. Но если Иисус говорит, я праведный, значит, я праведный. Аминь! Аминь! Да, это и есть вера в Иисуса. Я спрашиваю людей, которые говорят, что они грешники. А разве Иисус не очистил ваши грехи? Вы говорите, что Иисус распят на кресте за вас. Вы поем, мы искуплены кровью Христа. Почему тогда вы поете гимны? Дивный день, дивный день, когда Господь меня простил. Да, он все хорошо переводит, все повторяет за мной. Может, мы сейчас поем? Да. Дивный день, дивный день, когда Господь меня простил. Очень хорошо. Очень хорошо он исполняет. Это сын пастора Ан. Мне кажется, хорошо пастор воспитал своего сына. Что Библия говорит нам? То, что кровь Иисуса, наши грехи очищены. А мы говорим, что мы грешники. Библия права. Или я прав? Я читал Библию. Да, я злой грешник, который обманывал, воровал и делал плохие дела. Но Иисус говорит, что я праведный. Почему? Потому что он не знает, что я своровал. Он не знает, что я обманывал, поэтому говорит, что я праведный. Он все знает. Да, ты украл, но твои грехи очищены. Если мы читаем с вами первое послание Коринфянам, 6 глава, 11 стих. Давайте посмотрим. С 10-го посмотрим. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. А 11-й стих. И такими были вы, некоторые из вас. Это значит, мы такие, мы тоже согрешили. Среди нас были некоторые, которые так поступили. Но дальше написано, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Да, и знаете, по-английски, мне кажется, это точнее. Мы согрешили, но, 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 твои грехи прочищены. Твои грехи очищены. Ты свят. Ты оправдан. Да, знаете, но. Бат, это значит противоположность. Например, холодно. Бат, мне не холодно. Потому что я оделся хорошо. Понимаете? Это вот такое значение. Мы согрешили. Но мы праведны. Мы святые. Мы сегодня читали с вами к евреям десятую главу. Здесь написано, как мы оправдались и осветились. Десятая глава, первый стих. «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей». Написано, «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей». Что здесь написано? Написано, что это тень будущих благ. «Закон был создан для того, чтобы объяснить, когда придет Иисус, и что Он будет делать». Да, например, там есть «День покоя», «Суббота». «Суббота» — это какая заповедь? Четвертая заповедь. «Помни и свято соблюдай субботу». Все остальные шесть дней ты делай свою работу. Но на седьмой день, это день субботний, ничего не делай. Это раб, рабыня. Даже если это иностранец, ничего не делай. Это закон о субботе. Слушайте внимательно. Не воскресенье день субботний? Это пятница. Вы простите, это суббота. На то время, когда в пятницу садится солнце, это значит, новый день начинается. Когда солнце сядет в пятницу, это начинается день субботний. До каких пор день субботний? До того, как в субботу вечером сядет солнце. Знаете, очень много интересных историй здесь. Например, давайте посмотрим. Есть раб. Да, он несет тяжелый груз. Ой, тяжело. Ой, тяжело. Ой, так тяжело. Ой, так тяжело. И тогда наступил вечер пятницы. И тогда уже солнце село. О, все, уже солнце село. Давай, давай, садись, садись, до конца. Когда оно село до конца, все, я свободен. Понимаете? Когда в пятницу вечером садится солнце, это начинается день субботы. Какой бы ни был раб, какой бы ни был человек, он оставляет весь свой груз. А, это суббота. А, суббота. Если вы оставите свой груз, до захода солнца в пятницу, тогда вас побьют и скажут, ты такой никодей, почему ты раньше времени избавился от своего груза? То есть, это написано в законе, что это седьмой день, день субботы, ничего не делай. Понимаете меня? Понимаете, да? Поэтому в пятницу вечером, когда садится солнце, наступает суббота, поэтому день субботы нужно опустить все свои грузы. Знаете, что делают в этот день? Вы устали, да? Приходите ко мне. Да, я освобожу вас от вашего груза. Суббота освобождает нас от нашего груза. Что говорит суббота? Приходи! Я дам тебе покой. Правильно? От любого груза и дела можем отдыхать в субботу. Читая Библию, знаете, кто говорит это? Это Иисус говорит. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Правильно? День субботы написано, что закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. То есть, закон это тень Иисуса. Тогда, если мы встречаемся с днем субботы, мы можем освобиться от любого времени греха. Иисус говорит тогда, он приготовил все, чтобы мы могли отдохнуть, иметь покой от всякого греха. что говорит Иисус? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Аминь. Для того, чтобы успокоить нас, Иисус, Он понес на Себе наши грехи. Он освободил нас. Когда мы встречаемся с Иисусом, тогда мы больше не грешники. Почему? Иисус. Потому что Иисус умер на кресте за нас и простил все наши грехи. Если бы Иисус не смог умереть от всех и очилить нас от греха, это значит, что Он провалил свою миссию на кресте. Что говорит Библия? Десятой главе евреям. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Что это значит? Что закон это и все? Это написано «В день Пасхи закалите Агнца». И если помажете на косяках дверных в день Пасхи кровью Агнца, тогда смерть пройдет мимо. Этот Агнец символизирует Иисуса. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И здесь, в 10 главе послание к евреям. То, что написано в Ветхом Завете, то, что закалали Агнцев за грехи, это показывает то, что Иисус придет. То, что мы через это мы можем узнать, что мы получили полный покой от наших грехов и бремени, потому что Иисус умер на кресте. Но, знаете, важно, нам нужно знать обязательно, что Иисус умрет в будущем или же Он уже умер? Он же уже умер, правда? Люди прежние, они верили в то, что Иисус придет и умрет, и они получили спасение. Но мы живем сейчас, и уже Иисус пошел и понес все наши грехи и простил их. Аминь. Постаньки евреям, именно об этом говорит нам. Посмотрим 10 главу. Посмотрим 8 стих. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Эти жертвоприношения агнцев, которые приносились в Ветхом Завете, они прощают грех, но они на время прощают, не могут навечно простить. Поэтому, когда мы согрешаем, нужно приносить снова и снова эту жертву. Но Господь сказал, что ни жертвы, ни всесожжения Он не восхотел, потому что их нужно снова приносить. Из-за того, что Он не восхотел, написано, ты не восхотел и не благоизволил. Посмотрим выше, седьмой стих. Тут написано, тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано, а мне исполнить волю Твою Божию. Из-за того, что жертвы, такие как овцы или тельцы, они не могут навечно, их нужно приносить снова и снова. Они не могут совершенно приносить на прощение грехов. Поэтому написано, как в начале книги написано, значит, это говорится о Ветхом Завете до Иисуса. Исайя, пророк, он родился за 700 лет до рождения Иисуса. Но он очень подробно написал о том, как умрет Иисус. Тогда, если написано здесь, то, что как в начале книги написано, то есть до того, как он пришел, это значит, он придет не просто умереть, а и простить наши грехи. Именно воля Бога заключается в том, что он умер на кресте за наши грехи. Для того, чтобы он умер и не смог простить наши грехи. Воля Бога заключалась именно в том, чтобы он умер, чтобы простить наши грехи. По сей воле и пришел Иисус на землю и принес свое тело за наши грехи. И Библия говорит то, что все наши грехи прощены. Восьмой стих. Сказав прежде, что ни жертва, ни переношение, ни всезажение, ни жертва за грех, который приносится по закону, ты не восхотел, а не благоизволил. Девятый. Потом прибавил, вот, иду исполнить волю Твою, Божию. Отменяет первое, чтобы восстановить второе. Первое, это что? Приносить агнцев за грех. А второе, это поставить то, что Иисус умрет за нас. Давайте десятый посмотрим. По сей-то воле, освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа. Нам не нужно верить своей мысли, нам нужно доверять только Слову Бога. Правда? Наши мысли, это что? Мы согрешили, поэтому мы грешники. Но Слово Бога говорит нам о том, что по сей-то воле, освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа. Я тоже говорил, что я грешник. Я согрешил, я грешник. Но Библия говорит, что я оправдан, я освящен. она говорит, что у меня нет греха. Бог говорит то, что Иисус кровью очистились мои грехи на небесах. Но многие христианские лидеры в Корее они говорят, что хотя Иисус умер за наши грехи на кресте, но мы грешники. Вы кому хотите верить, в Слово Библии или христианским лидерам? Нам нужно вернуться к Библии. Библия говорит, что наши грехи очищены. Кровь Иисуса мы оправданы уже. Библия говорит, по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Если Библия говорит, что мы оправданы, значит, мы оправданы. Если Библия говорит, что мы омыты, значит, мы омыты от греха. Если Библия говорит, что мы святы, значит, мы святы. Давайте не будем верить в свои мысли, мы поверим в Слово Библии. До 19 лет я говорил, что я грешник, потому что я много согрешил, я много обманывал и много воровал. Это было точно, что я попаду в ад. Но в 19 лет я читал Библию и обнаружил удивительный факт. Я говорил, что я грешник. Почему? Потому что я согрешил. Бог знал, что я согрешил. Он знал, что я зло. Но на удивление. Он сказал мне, что я оправдан. Он сказал, что я святой. Для того, чтобы поверить в Слово Иисуса. Все свои мысли я выбросил из сердца. Аминь. Аминь. На сегодняшний день многие церкви, они что говорят? Хотя Иисус распят на кресте и умер, но мы грешники. Это означает, что Иисус провалил Свою миссию на кресте? Я не знаю, насколько это неправильно. Давайте посмотрим 10 стих. По всей той воле, освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа. 11 стих. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов, только на один момент. Давайте 12 посмотрим. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Аминь. «Он навсегда честил наши грехи и воссел одесную Бога». 13 стих. «Ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножье ног его». Кто враг Иисуса? Иисус просил все наши грехи на кресте. Нет, мы грешники. Это означает, что Иисус провалил Свою миссию на кресте? Мы, получается, противники Иисусу. И Иисус сказал, что Он ждет, доколе враги будут положены в подножье ног его. После. Нам нужно прочитать 14 стих. Да, но это 14 стих. Он разрушает все наши понятия и мысли в сердце и ставит что-то новое. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Нам кажется, что мы несовершенны, когда смотрим себя, правда? Нам кажется, что есть какой-то порог. Кажется, что есть грех. Но. В слове Библии. Написано, что Он навсегда сделал совершенными освящаемых. Знаете, я... Я был уверен, что я грешник, потому что я имел очень много грехов. Более, чем кто имел и воровал, и обманывал. Но с того момента я оставил свои мысли и начал верить в Слово Иисуса. Я праведный. Навсегда. Он сделал совершенными освящаемых. 15 стих. О всем свидетельствует нам и Дух Святой. 16. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, ложу законы мои в сердца их, и мысли их напишу их. Мой закон, то сердце, которое Иисус имеет, новый закон. Его душу Он вложит в меня. И Он сказал, что я праведный. 17 стих. И грехов их и беззаконий их не воспомяну более. 18 стих. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Студентке по имени Че Суен я сказал. Суен. У тебя воспаление спинного мозга. Но если Иисус действует в тебе, это не проблема. Важно не доверять своим мыслям, но доверять Иисусу. Если ты соединишься сердцем с Иисусом, тогда Иисус входит в твое сердце, и для тебя не становится проблемой, никакая болезнь. Я сказал так. Я положил свою руку на голову Суен и помолился. Суен. Теперь ходи. И ты живи в благословении Господнем. Потом я отправил ее домой, сел на машину и поехал в Сеул. Прошло три месяца. И мне пришло письмо. На желтом фоне. Да, вот видите, женский такой девичий почерк. Очень красиво. Здравствуйте, пастор Уксупак. Меня зовут Чесуен, я из города Куми. Помните меня? Я хочу несколько строчек написать вам, для того, чтобы выразить свою благодарность вам, пастор. Так, пастор, когда вы ехали из Ульсана домой, вы заехали в нашу церковь, вы пообщались со мной и помолились за меня. Я не могу забыть ваше слово о том, что я непременно стану ходить. Хотя в больнице мне сказали, что я никогда не смогу ходить. Пастор, вы просто передали мне ту веру, которая была в вашем сердце. Но сейчас я могу даже ни за что не держаться. Могу смело ходить и даже писать вам такое письмо. Да, я ничего не сделала. Я хотела ходить, но я только падала всегда. Пастор, я просто приняла ваше слово и только вашу молитву в свое сердце. И пока я выздоровела от воспаления спинного мозга, смогла пойти. В нашей семье также произошли разные изменения. Я смогла делиться душой с Богом. Также сейчас я принимаю лекарства. И я смогла ожить из того места, где я могла чуть ли не умирать. Я был очень удивлен. Я чувствую, когда я хочу пойти в туалет. У меня появилось больше сил, и я могу писать. И мои коленки, они имеют очень силу большую, поэтому я удивляюсь. Пастор, мне кажется, что вы тоже обрадуетесь, когда вы знаете, что я смогла пойти. И знаете, где-то через месяц. Суен пришла в мой офис. Она приехала вместе со своим отцом и матерью. Я был очень-очень рад. Я взял ее за руку, и мы прошли один круг по офису. Прошло время, и она просит меня воскорее отправить ее замуж. Да, знаете, ей уже пора замуж. Она стала намного здоровее. И вы можете видеть, как она ездит в разные страны и свидетельствует о своем исцелении. В возрасте 19 лет эта девушка почти умирала. Но ничего она не сделала. Она только лишь приняла Слово Иисуса в свое сердце. Да, в Библии есть разные... Ваши мысли и ваши разные понятия, они отличаются от того, что говорит Иисус. Иисус хочет, чтобы вы опустошили свое сердце и пустили только Его. Давайте выбросим все наши мысли. И только будем верить в Иисуса. Верьте, пожалуйста, в то, что Иисус простил все ваши грехи на кресте. То, что Он уже совершил это. Иисус оправдал нас. Сказал, что мы освящены. Я тоже так был, когда мне было 19 лет. У меня было много грехов, и я считал, что я грешник. Но если Иисус меня оправдал, значит, я праведный. Я поверил в этот факт. С того момента Иисус вошел в мое сердце. Он направлял меня. Я видел, как много людей получили новую жизнь. И если Иисус в вашем сердце, тогда уже вы не живете своей душой. Иисус живет через вас. И что бы ни случилось, Иисус, Он все решит. Тогда вы можете жить очень светлой жизнью. В Библии Иисус сказал, что я праведный. Но сперва я воевал с Иисусом. Нет, я грешник. Я согрешил. Я много воровал. Я грешник, Иисус. Но Иисус улыбнулся в ответ. Я все знаю. Но я уже понес все наказание на кресте. Я все решил на кресте. И тогда я поверил в Господа. Я принял слово то, что я оправдан. Тогда мы соединились с Иисусом. Да, и... Часто Иисус говорил через меня. Конечно, я не мог никого исцелить или помочь кому-то. Но Иисус возлюбил их. Однажды вечером я поехал в церковь Куми. Потом я уже узнал. И Иисус рассказывал мне то, что это было желание их семьи, чтобы прийти получить молитву от пасторок Супака. Но они не могли приехать из Куми, аж в Сеул. Почему? Потому что по дороге нужно было несколько раз откачивать мочу. Но это нужно было делать с помощью устройства. Поэтому они не могли уехать так далеко. И говорят, что вся семья молилась за это. Господь, ты дай, чтобы пасторок Супака однажды приехал в Куми. Но знаете, я даже не думал, что я поеду в Куми. Я хотел в другом месте ночевать. Но я ехал в машине, и мы заговорились. Я проехал то место, где я хотел ночевать. И следующая точка была именно Куми. Я переночевал там. Встретился с Су Юн. И она стала драгоценной дочкой Господа. И однажды после этого она на марафоне на IWF World Camp она заняла 300-е место среди 800 участников. Видите, да, Су Юн? Видите? Там справа, если посмотрите. А, это Су Юн, да? Там, видите, вот, смотрите, она так закусила губу. Это она. А, это Су Юн. Из 800 участников она заняла 300-е место. Хотя до этого было много трудностей. Но сила Иисуса, она победила все. Господь был Су Юн. Сегодня я хочу задать вам вопрос. Вы можете выбросить свои мысли. И готовы ли вы, неважно, подходит вам или нет, принять Слово из своего сердца? Иисус сказал, что вы святые. Потому что мы не могли очиститься кровью агнцев. Поэтому Иисус пошел и лично очистил нас на кресте. Не просто верите. Вы просто не верили в это. Пожалуйста, верьте в Слово Иисуса. Если Слово Иисуса живет в вас, тогда Иисус наставляет вас в жизни. Я верю, что это будет благословенная, прекрасная жизнь. Давайте помолимся. Святой Отец Небесный Благодарный Тебе. Мы были грязными грешниками. А Слово называло нас праведными. Сказало, что мы святые. Мы верим в это Слово. Потому что это Слово Господа. Мы стали святыми. Я верю, что Ты будешь действовать среди нас. Господь, Ты станет для нас всех хозяином. Господи, все, кто слушает это Слово. Ты позволь им получить спасение от грехов и жить счастливой жизнью. Благодарим Тебя. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь.